Всем привет! Меня зовут Настя. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня мы с вами отправимся на шопинг смотреть новую коллекцию Massimo Dutti. Ну а пока мы не перешли к основной части видео, я вам хочу напомнить о том, что у меня есть мой телеграм-канал, ссылка на который будет в описании к видео. Там я появляюсь буквально каждый день, делюсь с вами новинками из мира моды, из сферы бьюти, но чаще всего новостями из своей жизни. Так что обязательно переходите по ссылке в описании к видео и, как обычно, не будем затягивать. Поехали! Вместо мы дошли до Massimo Dutti. Покажу вам, в чем сегодня одета. Пришла в Massimo в таком укороченном пальто. Также из Massimo покупала в прошлом году. Дальше на нем мой новый шарф-кос, брюки-кос, сумка Jill Sander и мейлофера Prada. Начнем, как обычно, с аксессуаров. Есть вот такие вот, я их называю чехлами для телефона, вот такие небольшие сумки кожаные. Далее, в таких же цветах есть сумочки побольше. Мне, кстати, очень напоминает это все, сумки от Jill Sander за счет вот этих вот тоненьких ручек. Очень красиво сделала. Такой он в темно-коричневом еще есть. И в черном. Но, знаете, он больше такой, как графитовый серый, чем черный. Такой клач. Вот, пожалуйста, напишите мне, если у вас есть клач, вы его действительно вот так вот носите? Мне кажется, это и так неудобно, особенно в современном мире. Вот то, что в Массиме есть такие сапожки по типу казаков. Но тут недостаточно острый мыс. Я бы назвала это такой более классической версией. С таким вот узором. Хорошие, сделаны прям, я не знаю, добротно. Хочу показать такие лоферы. Лоферы на плоской подошве, как сейчас более актуально, чем на широкой. С вот такой вот деталью с золотой цепью. Далее есть вот такие вот ботинки на достаточно грубой подошве. Но за счет того, что мыс так закруглен, не выглядят, знаете, как какие-то там, я не знаю, более грубые модели, как R13 или Мартинсы, выглядит очень женственно, я бы так сказала. Ну и удобно. Я думаю, что они очень такие комфортные в носке. Посмотрите, какой милейший свитер. Мне вот очень интересно, ну не свитер, а такой джемпер пола. Я думаю, по составу это шерсть. Мне очень нравится, как он сделан. Знаете, не сильно люблю полоску, но это так выглядит очень интересно. Такая необычная полоска, широкая, так еще и с белыми вставками, такими молочными. А вот такая вот модель лофера мне очень нравится. За счет вот такой вот кисточки возле мыса. Выглядит очень интересно. Красивые. Такие глянцевые. Напоминают мне мои немножко. Я еще недавно искала себе шарф от Массино. Вот как раз вот в этой корзиночке. И вот сейчас здесь есть такие шарфы. По материалу 95% шерсть, 5% кашемир. Такой вот темно-зеленый, как оливковый, молочный и серый. Я так понимаю, они очень широкие, потому что я вижу, что он на самом деле широкий. Наверное, даже будет как блед. Цвет очень красивый, такой необычный. И к нему есть такие перчатки. Но он перчатки такой более плотной, вязки. Мне кажется, перчатки уже прямо шерстяные. Так, да, состав 94% шерсть, 4% кашемир и 2% оливковый. Далее вот такая вот модель на очень, на очень тонкой подошве. С таким коричневым каблуком. Мыс очень такой интересный. Немножко кейт, но каблучок отличается. Что у нас по стоимости? Мне очень интересно. По стоимости около 200 евро. Далее вот такая вот сумка. Я вам могу сказать, она настолько плотная. Хоть и такая маленькая, на магнитах. Но очень-очень плотная. Прям такая дубовая кожа. Далее были обнаружены такие замшевые, красивые. Тоже сапоги, казаки. С резинкой. Мне очень нравится то, что у них острый мыс. Мне в последнее время такое очень импонирует. Довольно такие красивые. На самом деле огромный выбор в массе. По обуви. Просто еще подошла к стенду. Здесь очень много разных вариантов. Покажу вам их все поближе. Такой плотной кожи. Вот эти мне, кстати, очень даже нравятся. Это сейчас очень актуальная модель, потому что супер такая грубая тракторная подошва уже вышла из трендов из моды. Я прям вижу вот эти вот ботинки. Они такие плоские на самом деле. Из такой твердой, плотной кожи. Слушайте, мне прям очень нравится. Еще и на змейке, что не может не радовать. Классная модель. Нравится. Еще нравится, что у нее не коричневый, а такой же черный каблук. Невероятного цвета. Серое пальто. Я уверена, мы его сегодня обязательно с вами померим. Очень красивое. 68% шерсть. Далее полиэстер. И полиэстер. Цвет прекрасный. Еще в сочетании с таким вот свитером. А свитер, мне кажется, кашемировый, да? Очень классный. Вот я этой зимой без ума от сочетания серого вместе с серым. Знаете, я вижу очень много красивых вариантов наверх, верхних слоев. Так что, думаю, сегодня сделаем акцент на верхней одежде, кардиганах и свитерах. Первая вещь, которую я вам хочу показать, это укороченный вот такой вот жакет. Жакет-курточка. На самом деле, очень плотный. Стоимостью 199 евро. На мне М-размер. И я когда-то в телеграм-канале в своем публиковала такой серый цвет. И тоже неплох. Но сегодня серого, я думаю, так будем мерить с вами много. Поэтому решила начать с такого вот коричневого цвета. Достаточно плотная вещь. Мне очень нравится, как сидит. Думаю, большинство вещей будем мерить под мои брюки, так как они, не знаю, будут сочетаться абсолютно совсем массимо. Потому что это максимальная такая классика. Сразу говорю, брюки кос. Прошлогодняя коллекция. Сейчас их нет, к сожалению. Мне очень нравится цвет. Он такой глубокий. И знаете, на мой рост выглядит достаточно хорошей длины. Так как это все-таки такая укороченная вещь. Но если вы вдруг немножко ниже, я думаю, вам даже будет прикрывать немножко вот эту вот зону. Объема мне лично хватает. Смотрится очень красиво. Прямо так сдержанно. У меня сейчас в голове одна тема уже третий день. Как вы знаете, дебютировала коллекция Фили Файла, которую мы ждали несколько лет. Ну, как дебютировала. Уже давно знакомы с ее стилем, с этим именем. Но все-таки ждали такого проявления. И вот, наконец-то, оно случилось. И у меня теперь в голове все аутфиты такие сдержанные, такие стронг. Мне очень нравится. Так что ставлю этой вещи пятерочку твердую. Следующий образ, который я вам хочу показать, такой вот серый. Пройдусь по ценам, пока не забыла. И далее буду рассказывать. На мне джемпер из 100% кашемира стоимостью 157 евро. И вот это вот пальто, которое мы с вами смотрели вначале. Его стоимость около 300 евро. Если я ничего не путаю, обязательно переходите по ссылкам в описании и проверяйте цены, размеры. Там будет все написано. Потому что я иногда могу ошибаться, так как я все-таки снимаю и делаю это все бегло. Я перевожу все из форинга в евро. Так что могу ошибаться. Мне безумно нравится. Конечно, эти серые тона. Это серое пальто. Оно достаточно тонкое. Оно без подклада. У него есть карман. Оно двубортное. Как вы можете заметить. Безумно нежное. И у него вот такой ремень. Конечно же, лично я никогда такие ремни не затягиваю на поясе. Я их просто завязываю. Мы сейчас посмотрим с вами и в закрытом состоянии. Также у этого прекрасного, чудесного пальто вот такой вот рукав. На мне самый большой... Не самый большой, но мне large размер. L-ка. Там в зале висела S-ка и L-ка. Я все-таки подумала, что L-ка мне лично подойдет больше, чем S-ка. Но также, если бы была M-ка, думаю, я бы взяла лично себе M-ку. Потому что все-таки L-ка достаточно такая широкая. Очень красивая вещь. Сейчас я вам покажу отдельно еще джемпер. Джемпер я меряю на обыкновенную футболку. Но джемпер кашемировый безумно тоненький и тепленький. Мне кажется, что кашемир Massimo отличается от кашемиров кос. И этот кашемир, он какой-то нежный, конечно же, тоже, но вот он тоньше. И у этого джемпера достаточно широкий вырез. Решила завязать это пальто, и вот что у нас из этого получилось. Оно такой переличной длины, абсолютно не короткая. И пока что это первый раз за это время, как я вижу такое серое пальто, которое мне понравилось. Потому что мой фаворит это пальто в кос черного цвета. Ну вот из серых, наверное, будет вот это вот Massimo. Хочется его рассматривать и рассматривать. Материал нереально нежный и тоненький. Также, если отдельно рассматривать джемпер, размер medium. Но все-таки думаю, что такого джемпера лучше носить с белой футболкой. Потому что если вообще просто оставить его серым, будет достаточно грустный и скучный образ. А вот такие белые полоски как-то все-таки освежают всю эту историю. Он очень тоненький. И вот как складывается под ним футболка, мне кажется, даже иногда видно за счет материала джемпера. Он прям очень тоненький. Но в то же время очень нежный и приятный. Присмотритесь к текстуре. Далее переходим к такому серому кардигану с такими золотыми пуговицами. Ну, мне M размер. Мне очень нравится, как это выглядит. Это что-то необычное в плане трендов. Сейчас очень популярны серый, кашемир, шерсть. Здесь немножко другой материал. Это не просто свитер. Это кардиган. Он с деталями, он с карманами и пуговицами. Поэтому это достаточно трендово, но в то же время необычно. Но и классически. Знаете, для меня длина идеальная. Так как он так идет колокольчиком. Видите? Расширяется. Стоимость 157 евро. А по составу... В составе есть 6-26%. 15% альпаки. 4% другое. 27% акрила. Знаете, тут есть и вискоза, и ацетатр. Что-то я запуталась в переводе абсолютно. Наверное, лучше посмотреть на сайте. Но, знаете, он такой приятный. Но я же меряю не на голое тело. Поэтому я меряю на лонг слив. Так что полагаю, что если просто так его носить, будут, конечно, сковыться. Но все-таки кардиган лучше на лонг или на футболку. Также хочу уточнить. Здесь неполноценная подкладка идет. Можно сказать, что кардиган идет без подкладки. Без внутренней части. Ну что, далее меряю что-то необычное довольно-таки. Но, опять же, у меня, наверное, два оконнения по поводу этого костюма. Это такой серый костюм с добавлением шерсти. Достаточно тонкий. У него такая необычная рубашка. Но все-таки я считаю, что замудрили они. Попытались сделать и рубашку, и жакет, и вот такую накидку. Но рукава как у полноценной рубашки. На мне верх в размере S. Брюки в размере 38. Брюки мне очень нравятся. Они прекрасно сели, потали. Сейчас я вам все покажу. Но рубашка, ну, какая-то такая иностранная, согласитесь. Мне не очень нравится. Еще на этих завязочках выглядит, сказать странно, ничего не сказать. А вот брюки сели очень хорошо. Такие супер классические брюки в полоску. Шерстяные. Мне очень нравятся. Прям себе обзяла. 38 размер. Прям неожиданно хорош. Также по обуви хочу показать вам еще вот такие вот лапочки. лоферы в такой бордовой коже. Она не то, чтобы вишневая, но такая слегка. Далее есть вот такая вот обувь. Очень необычная. Я, к сожалению, не помню, как называется такого рода обувь. Но, чтобы вы знали, такое тоже присутствует. Сейчас вам покажу такой супер уютный, удобный образ. На удивление, с юбкой. Мне кажется, я нашла идеальную зимнюю юбку. Она на 50% из шерсти. На мне размер S. И вы посмотрите, как она села. У нее такая приятная длина. Видна как раз в моем случае тонкая часть щи колодки. Мне сильно нравится, как это все выглядит и смотрится. Очень красиво. И наверх я взяла такой объемный-объемный кардиган, который создает к такой милонежной юбке такой, не знаю, более объемный верх. И стоимость верха примерно 105 евро. И стоимость юбки, на удивление, даже, я бы сказала, дешево для Массима Дутти. Стоимость юбки 80 евро. Но по материалу, по качеству юбка очень приятная. Мне так нравится. Знаете, хочется ее забрать. Сегодня вместе с собой унести. И также покажу вам юбку просто с черным силуэтом, со своим черным вамксливом. Сверху юбка идет на резинке. И у нее нет никаких других мешающих деталей. Она супер минималистичная. Я просто в восторге от этой вещи. Знаете, такая вещь на года. Главное, чтобы качество позволяло. Далее я хочу вам показать такой вот свитерок. Он с альпакой. Но альпаки в нем немного. Всего 15%. Дальше вискоза, полиамид. И все по стандарту. Ну, вот мне нравится, что он такой укороченный. То есть, вот он идет таким. У него сужающаяся форма. Мы вот это вот легко подворачиваем. И оно не выворачивается. И, кстати, с юбкой смотрится тоже неплохо. За счет того, что в нем альпакика. Он, конечно, вот такой вот пушистенький. И давайте проверка на то, будет ли оставлять альпака след. Так, могу сказать, что электризуется. Это невероятно. Вот. Присмотритесь. Но сам баслед на черных вещах не оставляет. Хоть электризуется. На мне размер М, конечно же. Знаете, очень захотелось вам показать вот такой вот кардиган на змейке. Такую курточку. По составу идентичная вещь с тем серым кардиганом с пуговицами. Но кардиган был в размере М, а эта вещь в размере С. Можно посмотреть по рукавам, что она у меня короткая. Но просто на рейле не было размера М. А показать вам эту вещь со змейкой очень захотелось. Потому что цвет немного отличается. Он не серый. Он ближе к такому песочному, бежевому. Мне кажется, выглядит очень симпатично. И в целом тоже такая красивая единица. Я так рада, что я нашла это пальто. Оно безумно красивого цвета. Оно очень структурное. Держит форму. Очень плотное. Стоит около 250 евро. На мне размер М. Вы посмотрите на это пальто. Конечно, я его завязала. Сейчас я вам покажу в развязанном виде. Оно очень плотное. И вы посмотрите, насколько оно ровное. И держит форму. У него нет никаких пуговиц. Ни внутри. Ни снаружи. Но у него есть это пальто-халат. На запах идет. У него есть ремень. Очень хороший. Мне нравятся карманы. Кстати, карманы достаточно низко находятся. Вот даже для меня. Сзади разрез вот такой. Мне так нравится. Я прям не могу. И цвет такой. И цвет теплый. Если бы оно было прям серое, было бы, наверное, вообще еще более актуально и интересно. Но я прям в восторге. Вот честно, открою. Мне очень нравится, как оно сшито. Что оно идет вот такое расширяющееся к низу. Просто чудесное. Я думаю, пальто на такую прохладную погоду. Не на жалкую, конечно. Но, полагаю, сильно широкий свитер. Под него поддеть не выглядит. Все-таки рукав не утрированный. Рукав такой стандартный. Далее вот такой вот кардиган с стоимостью примерно 100 евро. На самом деле очень милый, но вот на нем прям очень много зацепок. Я вижу раз, я вижу два. На рукаве еще замечала. Мне кажется, за счет того, что у него такая толстая вязка, его можно легко так подрастянуть. Ну, в принципе, если носите вещи аккуратно, то проблем не будет. Он идет на вот таких вот петлях, которые вот так вот застегиваются. Конечно же, я меряю все это под черный образ. Оно, может быть, не сильно подходит, потому что все-таки свитер такой мягенький, нежный. Знаете, хочется этот свитер надеть под джинсы светлые, бежевые, под бежевые уги и побыть немножко в ванильном состоянии. Но я меряю под свой нынешний аутфит. И в целом мне нравится. Он очень нежный и приятный. По материалу очень приятный. А вот посмотрите, совершенно залачные, локированные на тоненькой-тоненькой подошве. Безумно красивые лоферы. Ну, или давайте назовем это просто туфля. Потому что у них нет никаких выраженных частей. Выглядят, ну, очень уж привлекательно. Стоят 100 евро. Сейчас точно такой же жакет висит в коз. Наверное, в коз немножко будет оттенок отличаться, но тоже темно-зеленый. Этот больше такой болотный, а там вот больше именно изумрудный. КОНЕЦ КОНЕЦ Смотрите, вижу бомбер в массе. Вот хочется померить. Далее меряю свитер. По стоимости менее 100 евро. Но, вы знаете, он мне очень нравится, на самом деле. Он выглядит на мне large размер. Он идет под горлом. Боже, как жаль, что тут такое освещение, и вам плохо будет видно. Черное. Сложно заметить. Но, знаете, мне кажется, мне черное идет больше всего, конечно. Он идет под горлом. У него вот такие вот закатанные рукава. То есть они пришиты. Тоже такой укороченный, хоть и элька. Видите? Хоть по силу эту вам попробую показать. Но в составе у него 40% полиамид. Дальше идет у нас там что-то вискоза. 4% кашемира. В общем, он не супер натуральный. Но он мне очень нравится. У него стоимость 27 тысяч форентов. Примерно 22,700 гривен. 80 евро, правильно? Ладно. Оставлю ссылку. Посмотрим вместе с вами. Мне очень нравится, как он выглядит. И очень нравится, что он под горло. Я бы вот его тоже себе забрала. Потому что, знаете что? На удивление, у меня нет ни одного черного свитера. У меня вообще в последнее время из такой зимней одежды мало черных вещей. И я бы не отказалась найти какой-нибудь хороший черный свитер. Но все-таки я бы, наверное, предпочла, чтобы он был на 100% из шерсти, либо из кашемира. Я вот думаю, еще свитер из коз. Но мне также нравится этот. И он идет под горло. Это очень удобно, чтобы не носить шарф. Не всегда есть место для того, чтобы положить какой-то шарф. Так что свитер классный. Обязательно посмотрите состав и решите для себя, подходит такой или нет. Потому что мне очень нравится. И смотрите, что я меряю не как обычно. Я чаще всего предпочитаю верх размере. Этот свитер на мне в размере L. И мне супер комфортно. Я бы меньше не хотела. Вместе со свитером я решила померить вот такое вот пальто. Возможно, мы с вами его уже когда-то мерили. Но ничто нам не мешает померить его еще раз. На мне размер S, так как оставался только S или XL. Но S выглядит очень даже неплохо. Оно достаточно длинное. Посмотрите. Оно длиннее, чем то серое, которое я мерила перед этим. Оно идет в клеточку, тоненькое и также на запах. Так что вот такое вот пальто-халат мне очень нравится. Наверное, это пальто будет один из моих фаворитов. Для этого видео. Мне в нем очень комфортно. У него есть карманы. Оно длинненькое, не тяжелое. И последняя вещь довольно-таки не очевидная для нашего обзора. Но решила его также показать вам. На мне вот такой вот бомбер. Классического зеленого цвета в размере M. Стоимостью немного больше 100 евро. Я полагаю, что стоит примерно 130 евро. С карманами на пуговицах. С змейкой. Но у него такая блестящая фурнитура. Именно такая, как я не люблю. Всем спасибо, что досмотрели. Это были все образы на сегодня. Всем спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. Обязательно пишите в комментариях, какой образ или вещь вам понравилась больше всего. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на мой канал, если вы вдруг этого еще не сделали. Так как это существенно помогает моему каналу в развитии. И как обычно, увидимся в следующем видео. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok